Алоха! Вы на канале Девайса и в этом ролике я расскажу вам о мониторе Huawei MateView GT. Ссылки на сайт и где вы сможете посмотреть его стоимость я как обычно оставлю в описании под роликом. Ну а перед тем как я начну напомню вам, что на канале Девайса регулярно публикуются рейтинги, обзоры на различное компьютерное железо и комплектующие к ним, которые могут быть вам интересны. Поэтому если вы еще не подписаны, самое время сделать это. Также рекомендую подключить уведомления, нажав для этого на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. А теперь устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А я начинаю. Ощутите полное погружение с Huawei MateView GT. Монитор с соотношением сторон 16 на 9 и диагональю 27 дюймов. Отличает изогнутый дизайн 1500R с эффектом полного погружения. MateView GT оснащен экраном QHD с разрешением 2560 на 1440 пикселей, что обеспечивает реалистичность изображения. Низкая задержка и высокая частота обновления экрана 165 Гц обеспечивают плавность графики. Благодаря поддерживаемой в HD режиме яркости 350 нит, технологии HDR10 и контрастности 4000 к 1 вы сможете рассмотреть детали даже очень темных изображений. Замечайте детали и узнавайте новое. Широкая палитра, реалистичное изображение с 16,7 миллионов цветов и глубина цвета 8 бит позволяют сделать переходы цвета еще точнее. Цветовой охват 90% DCI-P3 обеспечивает реалистичность изображения, а благодаря точности цветопередачи Delta E меньше 2 оттенки отображаются яркими и насыщенными. В мониторе Huawei используется VA панель с разрядностью матрицы 8 бит, а изогнутый дизайн гарантирует минимальные искажения и изменения цвета даже при просмотре с крайних положений. Всегда знаете, где находится противник. Функция контроля темных зон позволяет настроить яркость экрана при отображении темного изображения, чтобы вы могли заметить своего противника до того, как он заметит вас. Функция цифрового прицела открывает новые возможности в шутерах. Быстро меняйте параметры экрана в соответствии с различными типами игр с помощью удобного пятипозиционного джойстика. Выберите один из восьми различных режимов, специально разработанных для игр RTS, MOBA, шутеров от первого лица и других игр. Экран имеет сертификат защиты зрения от синего света и мерцания TUF Rheinland, что позволяет вам наслаждаться полным погружением столько, сколько вы пожелаете. Наслаждайтесь яркостью красок без вреда для глаз. Элегантный дизайн монитора MateView GT с серебристым кругом на задней панели также выгодно отличает его от других устройств. Погрузитесь в бесконечное пространство экрана с узкими рамками и широким углом обзора благодаря изогнутой панели. Монитор создает эффект полного погружения в игру, фильм или любой другой контент. Отрегулируйте высоту монитора до 110 мм и угол наклона. Монитор можно наклонить на 5 градусов вперед и на 20 градусов назад. При необходимости монитор можно повесить на стену, так как он поддерживает стандарт креплений веса 100 на 100. Габариты монитора 61 на 44 сантиметра, а толщина 22 сантиметра, весит он 5 килограмм. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, применяется технология Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. Технология Low Blue Light снижает уровень излучения дисплеем вредных темно-синих составляющих видимой части спектра, что помогает предотвратить утомление глаз. На задней панели расположены разъемы 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 USB Type-C, 1 гнездо питания 19 Вольт DC. Откройте съемную заднюю магнитную панель и доступ к новым портам HDMI и DisplayPort для подключения ноутбуков, игровых приставок и других устройств. Подключайте устройства и играйте в игры. В Huawei MateView GT используется внешний блок питания мощностью 135 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Мало видеовыходов. Засветы. Нет черного цвета. А вот что покупатели оценили больше всего. Отличное изображение. Дизайн. Защита глаз. 2К. Качественная сборка. Узкая рамка. 165 Гц. Удобная подставка. Удобное меню. Ссылки на сайты, где вы сможете посмотреть стоимость этого монитора, как я уже говорил, вы найдете в описании. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Девайс. Субтитры сделал DimaTorzok